Я хочу начать с того, чтобы определить понятие профилактики. Профилактика включает первичную профилактику и вторичную профилактику. Значит, вот к вторичной профилактике относится скрининг, собственно, скрининг и есть вторичная профилактика злокачественных опухолей. Я начну с перечисления, я быстро перечислю факторы риска, основные факторы риска для злокачественных опухолей. А потом уже на предмете, на примере динамики смертности от злокачественных опухолей в нашей стране, в России и в некоторых других странах покажу эффект тех или иных профилактических мер на заболеваемости смертности от злокачественных опухолей. Я начну, конечно же, с курения. Я надеюсь, вам всем известно, что курение является основным фактором риска, основной причиной рака легкого. Здесь перечислены 15 локализаций, 15 форм злокачественных опухолей, этиологически связанных с курением. Но я хочу подчеркнуть, что атрибутивная доля курения в этиологии этих перечисленных форм рака различна. Вот рак легкого, конечно, это форма рака, которая преимущественно вызвана раком легкого. Более 90% рака легкого – это курение. Дальше рак полости рта и глотки. Тоже большой процент этих опухолей вызван курением. Но вам, как известно, в этиологии рака полости рта и глотки играют роль. И вирус папиллома человека – это новые данные, а также опасное потребление алкоголя. Рак гортани. Очевидно, практически весь раз гортани более 90% – это курение. Пищевод, рак пищевода, курение, чрезмерное потребление алкоголя и особенности питания. Но я не буду продолжать. Я просто остановлюсь на раке мочевого пузыря. Я просто покажу вам рак мочевого пузыря, который в настоящее время, вот сегодня, на сегодняшний день, он тоже, так сказать, эта форма рака тоже преимущественно вызвана курением. Вы, наверное, помните, что в этиологии рака мочевого пузыря очень важную роль играли профессиональные факторы, в частности, ароматические амины. Однако после запрещения использования в индустрии красильной промышленности, в других видах промышленности этих веществ, канцерогенных веществ, рак мочевого пузыря изменился, и этиология его абсолютно почти на 100% связана с курением. Это вот данные нашей группы, наше исследование, которое было опубликовано вот в 15-м году уже в Ланцете, и вы видите, что курение повышает риск. Тут не только... Прошу прощения, это работает или нет? А вот. Не только рака легкого, рака верхних дыхательных и пищеварительных органов и злокачественных опухолей, но и некоторых форм ишемической болезни, форм сердечно-сосудистых заболеваний и, конечно, хронических, обструктивных болезней легких. Курение влияет. Курение является причиной более 40% всей смертности российского населения. Это данные по России. Оно ответственно по России за 80% рака легкого. И, как я уже сказал, вот по нашей популяции в исследовании в Сибири мы показали, что 40% всех смертей в России, причиной всех смертей в России является курение. Далее. Инфекционные агенты. Это, в общем, новая, достаточно новая страница изучения идеологии злокачественных опухолей. И вы видите, что наряду с вирусами, в основном это вирусы побелома человека, вы знаете, что профессор Цурхаузов получил Нобелевскую премию за открытие связи идеологическими между вирусами побелома человека и раком шеи и матки. А в дальнейшем было показано, что вирусы побелома человека, вот видите, перечислены здесь формы, это все канцерогенные формы вируса побелома человека. Они вызывают не только рак шеи и матки, но и влагалища, вульвы полового члена анального канала, ротоглотки. Ротоглотки. И вот количество этих типов, канцерогенных типов вируса побелома человека растет. Ну, конечно, вирус гепатита В и С, вызывающий гепатит и также первичный гепатоцеллюлярный рак печени, вирус Эпштейна-Бар, вирус Т-клеточного ликоза и, в общем, целый ряд других типов вируса. И, кстати говоря, это еще не конец, я думаю, что количество и формы злокачественных опухолей, и теоретически связанный список, перечень их будет увеличиваться. Ну, я пропустил H. pylori, бактерию Helicobacter pylori, которая, так сказать, доказанным фактором риска или причиной, основной причиной рака легкого является. И, в общем-то, и фирус, и еще вот плоские черви, ну, это, так сказать, редкое вообще явление. Эти формы рака, так сказать, имеют эндомическое распространение, так что я на них останавливаться не буду. Значит, считается сейчас по подсчетам, что в развитых странах после курения наибольший вес в этиологию рака злокачественных опухолей, вклад, делают вот избыточный вес и недостаток физической активности. В то время как в развитых странах, Юго-Восточной Азии, в Африке, инфекционные агенты в этиологии рака превалируют. Значит, вот избыточный вес и недостаток физической активности являются причиной, факторами риска рака злокачественных опухолей. Позвольте не перечислять, они есть на слайде. Питание. Это, так сказать, область довольно-таки трудная. И изучать влияние питания на риск развития злокачественных опухолей – это, в общем, трудная задача. Но, тем не менее, есть доказательства того, что питание влияет. Недостаточное потребление растительных продуктов, избыточное потребление продуктов животного происхождения и высококалорийное питание влияет, повышает риск ряда злокачественных опухолей. Позвольте не перечислять. И, наконец, алкоголь. Еще в 1988 году, по-моему, до 1988 году Международное агентство по изучению рака в своих монографиях, монографическая группа, рабочая группа, после изучения литературы на эту, по этому поводу, пришла к заключению, что алкоголь, потребление алкоголя является канцерогеном для человека. Позвольте, на механизмах этого процесса канцерогеном для алкоголя не останавливаться, это длинная история, но есть основания, то есть это доказанный факт. И алкоголь является, повышает риск рака полустирта и глотки, как я уже говорил, рака пищевода, толстой кишечки, естественно, печени и рака молочной железы. Это относительно недавние данные о связи между употреблением. Я называю это опасным потреблением алкоголя, потому что я не считаю, что, так сказать, вообще, надо отказаться от потребления алкоголя. Это невозможно и неразумно, но должно быть потребление алкоголя умеренное, во всяком случае, не опасное. Вот этот термин мы сейчас вводим в употребление. А вот данные по раку молочной железы, они недавно получены, в том числе и нашей группой, и это опять является доказанным фактором, что алкоголь повышает риск рака молочной железы. Я возвращаюсь опять к нашему исследованию в Сибири, по которому, как вы видите, значит, потребление, то, что я опять-таки повторяю, называю чрезмерным потреблением алкоголя, повышает риск не только рака злокачественных опухолей, в том числе рака верхних дыхательных и пищеварительных органов печени, но и риск смерти, повторяю, риск смерти, не риск развития, а риск смерти от туберкулеза, пневмонии, других, многих других заболеваний, в частности, естественно, не медицинских причин. Так что для нашей страны опасное потребление алкоголя является, в общем, значительно влияет на высокую смертность в нашей стране, это мы все знаем, что у нас в стране высокая смертность, и мы иногда ее называем даже кризисом, так сказать, здоровья населения России. И, наконец, вот репродуктивные факторы, которые влияют на риск развития перечисленных здесь опухолей, экзогенные гормоны, в том числе оральные, эстроген, прогестерон, содержащие контрацептивы и гормонозаместительная терапия. Между прочим, вот это последний факт, очень интересен. В Америке лет 20 назад широко начали женщины в менопаузе применять гормонозаместительную терапию, и заболеваемость рака молочной железы и раком тела матки подскочила, так сказать, просто в несколько раз. А когда выяснили, что причиной этого является применение гормонозаместительной терапии, от этого отказались, и заболеваемость от рака молочной железы и тела матки мгновенно так же быстро снизилась, как и повысилась до этого. Теперь, ну и наконец, воздействие ультрафиолетовых лучей, загрязнение воздуха, как атмосферного, так и воздухопомещений. Я боюсь, что не смогу перечислить канцероденные вещества, которые признаны канцероденными для человека, и которые загрязняют не только атмосферные помещения, но воздух, ну и рабочее место. Теперь перейдем вот к нашей динамике, к эпидемиологии, к нашим данным. Значит, это динамика смертности от всех форм злокачественных опухолей, от всех форм. Значит, я, если я каждого, любого из вас спрошу, вы мне скажете, что смертность от злокачественных опухолей растет. Нет, это не так. Смертность от злокачественных опухолей снижается везде. Здесь представлены на левом слайде мужчины. Видите, снижается смертность примерно с начала 90-х годов. А здесь представлены женщины, снижается смертность тоже с 90-х годов. И то, что у нас смертность растет, это миф, который ни на чем не основан. Кстати говоря, я хочу подчеркнуть, что Минздрав от нас требует снижения смертности, не только вообще, так сказать, всей смертности в России, но в частности от злокачественных опухолей. Ну, мы должны согласиться. Да, мы снизим смертность, потому что она так или иначе уже снижается. Смертность снижается давно. Но, вот видите, здесь кроме России представлены и другие страны. Я выбрал две или три страны западноевропейские. Это Великобритания. Нет, Великобритания у меня синим цветом. Вот это Франция. Зеленый цвет – это США. Две страны, бывшие, так сказать, социалистического лагеря Польши и Венгрия и Япония. Как вы видите, везде смертность снижается от злокачественных опухолей. Только вот есть некая разница. Вот если, например, Великобритания, возьмем мужчин. Ну, у нас, во-первых, смертность выше была всегда на всех, во все времена, чем, допустим, в той же Великобритании. Если снижение смертности Великобритании, я повторяю, синяя кривая, началась раньше, то это началось у нас позже. Значит, за счет каких форм злокачественных опухолей снижается смертность? Какие формы злокачественных опухолей влияют в большей степени на смертность? А, нет, я это хочу показать, что, несмотря на вот эту хорошую новость, как это принято говорить, с которой я начал, что у нас смертность снижается, тем не менее, тем не менее, вот видите, Россия входит в десяток стран... Где она, Россия? Где-то она у меня здесь была. Вот она. Россия, она входит в десяток стран с наивысшей смертностью от злокачественных опухолей. У женщин ситуация лучше, она на 15 смертность женщин от злокачественных опухолей ниже. Я хочу обратить ваше внимание, опять-таки, мифы о том, что наше здравоохранение в советское время было лучше много, чем сейчас, и так далее, и так далее. Вот, посмотрите, вот в этой десятке с самой высокой смертностью от злокачественных опухолей, посмотрите, наши, так сказать, сателлиты. Это Венгрия, Литва, Латвия, Хорватия, это исключение, Эстония, Словакия, Польша. То есть, исключительно страны, или страны бывшего Советского Союза, или, так сказать, бывшие социалистические страны. Значит, продолжаю. За счет чего происходит снижение смертности? За счет каких опухолей? Это, прежде всего, рак легкого. Видите, рак легкого смертности от рака легкого начала снижаться в то же самое время, что смертность от всех злокачественных опухолей. Примерно в начале 90-х годов. Как у мужчин, так и у женщин. Вот, ну, тут Венгрия. Венгрия вообще удивительная страна с точки зрения, ну, колоссально высокой смертности. Видите, вот эта фиолетовая, фиолетовая кривая, это Венгрия. Ну, тут много гадают, почему у Венгрии такая высокая смертность. Но я на этом не буду останавливаться, это не мой предмет. Сейчас давайте сконцентрируемся больше на России. Но вот посмотрим, вот, а, Великобритания, здесь Россия. Посмотрите, в Великобритании смертность от рака легкого начала снижаться в 70-х годах. В России в 90-х, в начале 90-х годов. Я, позвольте на женщин пока внимания не обращать, потому что это немного другая история. Значит, чем это объясняется? Значит, опять-таки повторяю, везде снижается смертность. В Англии снижение смертности началось раньше всех. Это страна, в которой впервые в мире, в начале 50-х годов, доказали канцерогенность табачного дыма, канцерогенность курения сигарет. И, соответственно, раньше начали принимать меры борьбы с курением. Позвольте, вот, используйте этот термин, хотя термин борьбу я вообще не люблю, но мы привыкли к этому термину. И вот вам результат. Раньше всех в Великобритании началось снижение смертности от рака легкого. У нас позже. Почему у нас позже? Нет, значит, англичане начали принимать меры борьбы по борьбе с курением, и частота курения, распространенность курения в Англии, в Великобритании снизилась. У нас, как известно, до сих пор тренды распространенности курения не меняются. Вот только, пожалуй, в прошлом году были некоторые признаки снижения распространенности курения. Так почему же у нас снижается смертность вот уже почти 20 с лишним лет? Значит, вот этот слайд, кстати говоря, я хочу показать, это бывшие советские республики. Ну, опять-таки, Венгрия, она, видите, выходит, опять-таки, за пределы. Вот это бывшие советские республики. Это, начиная мы, Российская Федерация, потом Казахстан, потом Латвия и здесь Украина. А это Великобритания. Видите, начало снижения смертности в наших, бывших наших, так сказать, соотечественниках, у них началось одновременно со снижением смертности в России. Чем это объяснить? Я повторяю, распространенность курения у нас не меняется. Только разве недавно, может быть, этот процесс начался. Значит, снижение смертности от рака легкого в нашей стране произошло в результате снижения, содержания в табачном дыме, концентрации, снижения концентрации табачного дыма смолы. Это произошло как в России, это произошло где-то примерно в 90-е годы, и, соответственно, произошло снижение смертности, началось снижение смертности. Вот это очень важная фраза, вот нижняя, на которую я прошу вас обратить внимание. Значит, снижение смертности никак нельзя объяснить улучшением методов лечения. Популяционная пятилетняя выживаемость, как была при раке легкого, как была низкая, не более 15-18, так и осталась. Она не изменилась в течение последних двух-трех десятилетий. Это очень важно, потому что мы всегда, мы мало внимания обращаем на профилактику, и все время... И вот зал тоже говорит о том, что в зал, в общем, спасибо, что вы пришли, но все-таки зал полупустой. Это говорит об отсутствии интереса к профилактике. А вот что делает профилактика? Снижение смертности от рака легкого в нашей стране и за рубежом, во всем мире, сохранило сотни тысяч жизней. Сотни тысяч жизней. Ни один новый метод лечения, ни один новый метод хирургического лечения не произвел такого эффекта на смертность от злокачественных опухолей. Вот это надо знать. Значение профилактики. Это очень важно. Я не говорю, что... Да, ну ладно, дальше. Почему это произошло? И я, в общем, хочу... Не могу не, скажем так, похвастаться. Это нормально, потому что об этом мы должны знать. Значит, по нашей рекомендации, по рекомендации международной конференции, которая прошла... Под эгидой Международного агентства по изучению рака, которая прошла вот в 1985 году, мы, наша конференция, мы изучили содержание канцерогенов в табачном дыме, мы изучили влияние концентрации смолы на смертность от рака легкого и других злокачественных опухолей. И мы показали, что уровни смолы влияют на эти показатели. И мы рекомендовали снизить уровни смолы в советских сигаретах, зашкаливали за 30 миллиграмм на сигарету. И мы порекомендовали снизить эти... контролировать уровень смолы в сигаретах. И представьте себе, в то время Минздрав нас, санэпиднадзор того времени нас услышал. Это редко, но все-таки, как видите, было и какой положительный результат. Вот эти огромные зашкаливающие цифры 30 миллиграмм на сигарету смолы были снижены сперва до 90, до 19, а потом до 15 миллиграмм на сигарету. Ну вот, что касается рака легкого. Но это основная форма рака, которую мы, которую с помощью профилактики, смертность от коррукторы, с помощью профилактики, не только смертность, но и заболеваемость. И смертность нам удалось снизить. Это смертность от рака желудка. Смертность от рака желудка снижается с незапамятных времен во всем мире. Запомните, красная кривая это Россия, следующая Польша, потом вот здесь Венгрия и Польша, а далее западные страны. Значит, снижается незапамятных времен, но все равно в нашей стране смертность от рака легкого. Видите, как колоссальное снижение остается очень высоким. Обратите внимание, и у мужчин, и у женщин смертность в Японии и в нашей стране снижается параллельно. Мы много слышали о скрининговых программах Японии, где с помощью эндоскопии выявляют маленькие поражения, так сказать, и проводят так называемые мукозэктамии, так сказать, каких-то следов интраэпитериальных форм рака. Вот это то, что вот эти кривые идут параллельно, у нас в стране, вы знаете, мы совсем не занимались этим. Это говорит о том, что вот этот миф опять об японской скрининге рака, эффективности японского скрининга рака желудка, отменяет этот миф. Видите, никакой разницы. Смертность снижается одинаково, что у нас, что у них. И снижается смертность, потому что снижается заболеваемость. Кстати, эта форма, этот процесс никаким образом не был нами... Мы не влияли, я имею в виду медицинское, онкологическое сообщество, вообще сообщество. Это само по себе произошло в результате некоторого прогресса. И это снижение заболеваемости объясняется, во-первых, снижением инфицированности населения H. пилори, так как, собственно, изменилось социальные условия, изменилась, так сказать, скучность проживания людей. Снижением потребления соли, применением низкотемпературных методов хранения продуктов питания. Раньше продукты больше хранились с помощью соления. И далее увеличением потребления овощей и фруктов в связи с их круглогодичной наступностью. Обратите, пятилетняя выживаемость, она изменилась, снизилась. В результате, по-видимому, некоторого прогресса в лечении этого заболевания. Но на снижение смертности это вряд ли появляло, потому что, как вы видели, снижение смертности началось давным-давно, лет 50 назад. Так, это динамика смертности от рака. Толстые кишки, вот мужчины, вот женщины, смертность росла, потом она стабилизировалась и начала снижаться. Причем это происходит везде, повторяю, вот в западных странах она, это снижение смертности началось раньше. Вот в Венгрии она опять зашкаливает, а вот Польша идет с нами, но с ноздря в ноздрю. Как можно объяснить снижение смертности раком толстой кишки? Это в основном за счет проведения в этих странах организованного скрининга, тестирования на скрытую кровь, сигмоидоскопию, колоноскопию. В результате вот этого скрининга выявляются ранние формы рака или предраковой неоплазии, то есть аденоматозные полипы. И в результате этого улучшился и показатель пятилетней выживаемости больных раком этого органа. В настоящее время он вырос, это по данным США, он вырос 50% в 1977 году до 66% в 2011 году. Почему я привожу данные США? Я знаю, и у меня есть книжка профессора Веры Бешвили по выживаемости в Санкт-Петербурге на основании его регистра. Но я показываю данные США, потому что там динамика. Я могу сравнить выживаемость, допустим, 50 лет назад, 40 лет назад с выживаемостью относительно недавней. Далее, это рак молочной железы, динамика смертности от рака молочной железы и шейки матки. Опять-таки, так сказать, рост, это молочная железа. Рост смертности, потом стабилизация и снижение. А вот по раку шейки матки, конечно, картина ахалая. Снижалась, снижалась, снижалась смертность. Это при Советском Союзе, когда мы проводили все-таки худо-бедно, но проводили цитологический скрининг рака шейки матки. А теперь, видите, рак шейки матки, смертность растет в России. В то время, как везде, во всем мире, в развитых странах и не только эта смертность снижается. Значит, начнем с рака молочной железы. В большинстве развитых стран отмечен рост заболеваемости, включая Россию, и снижение, но снижение смертности рака молочной железы. Значит, что влияет, почему выросла заболеваемость? Выросла в результате распространения факторов риска рака молочной железы. В тех факторах, о которых я уже говорил, избыточного веса и ожирения, высококалорийного питания, изменение, так сказать, репродуктивных факторов, поздние первые роды, ранние менархи, поздняя менопауза, применение гормонозаместительной терапии и так далее, и так далее. Кстати говоря, у нас в России сейчас гинекологи очень свободно прописывают эндокринологи гормонозаместительную терапию. И с этим надо, так сказать, разбираться, потому что это, как я уже показал, это, так сказать, плохо. Но вот интересный момент, вот сейчас я на этом остановлюсь. Заболеваемость высросла и в результате массового распространения маммографического скрининга, в результате которого выявляются образования, которые в отсутствии скрининга не были бы выявлены. Это образования, которые выявляются на скрининге, но в принципе они никогда бы вне скрининга себя бы не проявили. Это заведомо доброкачественные клинически незначимые формы неоплазии. Давайте назовем это так. А смертность от рака молочной железы, конечно же, снижается в результате улучшения методов лечения. Вот видите, в США она снизилась, повысилась, 5-летняя выживаемость повысилась с 75% в 1977 году до 91% в 2011 году. Практически все женщины, больные раком молочной железы, вылечиваются. Я повторяю, снижение смертности, это, конечно, совершенствование методов лечения. В частности, применение гормонотерапия перевернула прогноз рака молочной железы. Ничего подобного пока не происходит в связи с применением таргетных препаратов. Но гормонотерапия вообще перевернула прогноз рака молочной железы. И повторяю, безлетняя выживаемость больных раком молочной железы растет в результате роста доли интраэпителиальных меоплазий, которые выявляются в процессе скрининга, значительная часть которых, скорее всего, не были клинически значенными. Вот теперь я прочту эту последнюю фразу, которая, так сказать, жирным шрифтом, так сказать, напечатана у меня на слайде. И вот вы вдумаетесь в это. Последнее вот это выявление клинически незначимых образований меоплазий является одним из факторов, определяющих неоправданно высокую статистику пятилетней выживаемости больных раком молочной железы. Так что вот эта пятилетняя выживаемость, я повторил, повторяю, конечно, тут и лечение, несомненно, но вот эта неоправданно высокая, она, в общем, не выражает действительность. Что касается рака шейкин-матки, видите, в развитых странах, я вам показал слайд, она уже везде снижается, у нас она стала и заболеваемость, и смертность растет. В результате отсутствия у нас вот скрининговых программ, попытки заменить организованный скрининг с контролем качества на основании рекомендаций ВОЗ и Международного агентства по изучению рака, диспансеризация населения не приведет к снижению заболеваемости и смертности от рака этого органа. Скрининг должен быть организован и строго следовать всем, так сказать, рекомендациям, которые известны, которые много лет и которые придерживается весь мир. Кстати говоря, вот я это сам не знал об этом, но пятилетняя выживаемость раком шейки матки за последние 20 лет не изменилась и осталась вот в районе 70%. Рак простаты. Смертность от рака простаты в России растет, везде она снижается, включая Венгрию, в которой были очень высокие показатели смертности от рака. Я почему включаю Венгрию? Потому что в Венгрии самая высокая смертность в мире. Ну и в Польше тоже, видите, там хоть смертность выше, чем у нас, но снижается. Значит, я вам покажу следующий слайд на английском языке, прошу прощения, просто забыл его русифицировать. Вот посмотрите, с левой стороны, с левой стороны это динамика заболеваемости раком простаты в США. Не показывает, прошу прощения, на фоне белого экрана. США в Канаде и Австралии, в странах, где распространен, в 90-е годы получил распространение ПСА-скрининг рака простаты. Видите, снижалась заболеваемость, вот давайте на США остановимся, на красной графике, на красной кривой. Снижалась заболеваемость и вдруг бабах полезла вверх. Это, так сказать, не то же самое в Австралии, то же самое в Канаде, в странах с наиболее распространенным ПСА-скринингом. Значит, динамика заболеваемости раком простаты отражает активность ПСА-скрининга. Это уже, так сказать, доказано, об этом много говорят. Вот что касается смертности. Везде смертность во всем мире снижается. В Российской Федерации смертность растет, как я вам показал в предыдущем слайде. Теперь вот этот слайд из Сахалинской области, которую я курирую, так сказать, по поручению главного онколога. Посмотрите, что произошло в Сахалинской области. За 6 лет, с 2006 до 2011 года, не показывает, не могу, выросла заболеваемость с 17 до 70. В 4 раза. Это нереально, чтобы заболеваемость с какой-нибудь формой рака выросла в 4 раза. Эта тенденция вызвана ПСА-скринингом и неоправданным, так сказать, гипердиагностикой рака простаты. И так же, как и, так сказать, много лет назад, 20 лет назад в США, наша динамика заболеваемости раком простаты повторяет динамику 20-летней давности в США. И она, так сказать, отражает активность ПСА-скрининга и ничто другое. Теперь, вот, остановлюсь на 5-летней выживаемости. Видите, 5-летняя выживаемость в США больных раком простаты достигла 99%. Значит, все больные, которым диагностируется рак простаты, они выживают. Опять-таки, это вызвано большей частью на улучшение выживаемости больных раком простаты, влияет значительной степени применение ПСА-тестирования. В результате выявляются, я повторяю, образования, которые не имеют клинического значения и которые в отсутствии скрининга никогда бы себя не проявили. То есть, имеет место гипердиагностика. Гипердиагностика приводит к ненужным, иногда чрезмерным вмешательствам. Кроме того, как я уже говорил, при раке морочной железы и в большей степени при раке простаты, это является источником неоправданно позитивной статистики 5-летней выживаемости больных, выявленных на скрининге, у значительной части которых не было злокачественных опухолей. Ну, об этом я уже говорил, что массовое распространение ПСА-тестирования в России привело к резкому росту заболеваемости раком простаты, но не к снижению смертности. Это наблюдение указывает на то, что в России, так же как два с лишним десятилетия назад в США, рост заболеваемости раком простаты в значительной степени определяется ростом распространения ПСА-тестирования. И это последние два слайда. Значит, рекомендации по первичной профилактике и по вторичной профилактике и скринингу. Конечно же, это отказ от курения и других форм потребления табака, это отказ от опасного потребления алкоголя, это профилактика избыточного веса и ожирения, это вакцинация против онкогенных инфекционных агентов. Вот в нашей стране гуляет миф о том, что вакцинация подростков против вируса папиллома человека, она вредна, чуть ли нам это американцы прислали, чтобы наших детей губить и так далее, и так далее. Это вообще грандиозное достижение 20-го и 21-го века. Это первая вакцина фактически профилактическая против рака. Конечно, она против инфекции вирусом папиллома человека, но в итоге формально, а в итоге она снижает риск развития рака шейки матки. Это, конечно же, сбалансированное питание, снижение воздействия ультрафиолетового излучения и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воздухопомещений, контроль за наличием канцерогенных веществ на рабочем месте. И последнее, вторичная профилактика или скрининг. Вот недавно появилось, совсем недавно, неделю назад, в журнале Национального ракового института появилась статья, материал по оценке эффективности маммографического скрининга, которое было проведено Международным агентством по изучению рака. Было признано, что маммографический скрининг эффективен в возрасте от 50 до 69 лет. Вот именно в этом промежутке. И на основании этого американское противораковое общество пересмотрело свои рекомендации, и они предлагали начинать скрининг в 40 лет. Они пересмотрели свои рекомендации и теперь переходят на скрининг в 45 лет. Так что вот у нас маммографическое тестирование с 39 лет, это вообще и до смерти, это вообще, так сказать, непонятно, зачем это делается. Это бессмысленная трата денег, которую можно использовать для других более разумных целей, и тем более, что оно неэффективно. Это, конечно же, скрининг рака шейки матки. Учитывая, что у нас в стране цитологический скрининг, это цитологическое тестирование приказало долго жить после советской власти, я бы, конечно, рекомендовал перейти на тестирование на ВПЧ, вирус попелома человека. Это, так сказать, более точный метод, и его надо использовать реже, чем цитологическое тестирование. Самый эффективный метод – это скрининг рака толстой кишки, и, наконец, скрининг рака легкого. Я говорил о профилактике рака с помощью отказа от курения, но скрининг тоже необходим. Это низкодозовая спиральная компьютерная томография. Конечно же, не флюорография, которая никакого значения не имеет ни для ранней диагностики рака легкого и ни для ранней диагностики туберкулеза. И самое главное, что скрининг рекомендуется провозить в специализированных онкологических учреждениях, а не бог есть где. И скрининг может быть эффективным только при соблюдении всех требований по контролю его качества. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.